Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациента 55 лет. Дата исследования 4 февраля 2021 года. Область исследования. Органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки, легкие расправлены. В легких свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Пневматизация легочной ткани на отдельных участках легких неравномерно повышена до минус 930-956 Хаунсфилда за счет явлений панлобулярной эмфиземы. В базальных сегментах сформированы многочисленные фиброзные тяжи. По задним сегментам участки парокостального локального пневмофиброза. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника. Сердце несколько расширено за счет левого желудочка. Аорта не расширена. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Желчный пузырь удален. Заключение. В легких свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. КТ-картина панлобулярной эмфиземы легких. Рекомендована консультация пульмонолога. 5 марта 2021 года доцент кафедры КМН. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. Принципиально, ничего нового в легких я не нашел. Данных за метастазы нет, каких-либо других образований в легких также нет. Есть признаки эмфиземы легких, дегенеративного заболевания легочной ткани, которая жизни не угрожает, но может снижать ее качество, давать чувство нехватки воздуха, слабость при нагрузке. Вам имеет смысл обратиться к пульмонологу, провести пробы для оценки функции внешнего дыхания. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ